Здравствуйте, с вами новостная служба Центрально-Азиатского телеканала в студии Андрея Рябченко и сегодня в программе. Начальник Генерального штаба России рассказал, что угрожает Центральной Азии и почему защита Башара Асада – это и защита подбрюшье России. Встреча Ислама Каримова и Гурбангулы-Бердым-Мухамедова, против кого договорились не самые демократичные лидеры Азии. Просьба о мире или призыв к войне, что стоит за визитом Петра Порошенко в Астану. Чтобы вместо чалмы не приносили голов, чтобы не повторился 37-й год. Отец арестованного таджикского адвоката обратился к Эммали Рахмону. Восьмилетний возраст подвигу не помеха. В Кыргызстане наградили мальчика, который спас сестренку. Боевая ничья. Таджикистан и Кыргызстан сыграли в рамках отборочного цикла чемпионата мира по футболу. Для группировки ИГИЛ Афганистан является плацдармом для выхода в Центральную Азию. Уже сейчас исламисты имеют отдельные тренировочные лагеря, заточенные под обучение уроженцев Средней Азии и россиян. Недалек час, когда террористы наберут нужную критическую массу для рывка на новые территории, неся им хаос и войну. Именно такие выводы были озвучены на организованной Минобороны России и Международной конференции по Афганистану. Одним из основных докладчиков выступил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов. По его словам, у России вызывает беспокойство не только Ближний Восток, где она сейчас ведет активные боевые действия, но и Афганистан. Количество боевиков в Афганистане в настоящее время достигло 50 тысяч человек, объединенных более чем в 4 тысячи отрядов и групп различной направленности. Герасимов подчеркнул, что за последний год резко возросла активность в стране террористической организации «Исламское государство», которая для расширения сферы влияния и построения исламского халифата берет под контроль все новые и новые регионы. Сейчас в Афганистане находятся от 2 до 3 тысяч боевиков ИГИЛ, и их численность постоянно растет. Начальник главного расследовательного управления России Игорь Сергун сообщил, что исламисты рассматривают территорию Афганистана как базу для распространения влияния на страны СНГ, расположенные в Центральной Азии. По данным спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, уже существует целый ряд тренировочных центров исламского государства, которые занимаются целенаправленно подготовкой боевиков за счет выходцев из Центральной Азии и некоторых регионов России. Еще одним беспокойством России являются афганские наркотики. За последние 14 лет объем производимых наркотиков вырос в 40 раз, а количество полученного опия только в этом году может достигнуть цифры в 8 тысяч тонн, что превышает показатели прошлого года на 20%. При этом часть вины за обострившуюся ситуацию российские военные, конечно же, возложили на НАТОвскую коалицию, которая допустила в том числе захват Кундуза. Очевидно, что Россия обратила пристальное внимание на Центральную Азию и предпримет меры по защите своего подбрюшья. Какими они будут? Означает ли это, что Россия сосредоточит свое внимание также на Афганистане? В моем понимании, Талибан и исламское государство, несмотря на то, что территориальное происхождение у них разное, то я их рассматриваю в качестве проектов. И, по крайней мере, на начальной стадии у этих проектов был один из хозяинов, это спецслужба США. Потом эти проекты вышли из-под контроля их создателя, и теперь США пытаются с ними воевать, либо медитировать войну с ними. То, что касается Центральной Азии, то, на мой взгляд, Россия никогда не уменьшала внимание к Центральной Азии, особенно к Средней Азии. Но дело в том, что в этом регионе, к сожалению, нужно констатировать, что у России нет надежных партнеров. И в этом заслуга, в кавычках, в большей степени самой России. Значит, то, что касается, какие могут быть меры в данной ситуации по усилению взаимодействия, ну, прежде всего, естественно, это сотрудничество в рамках АДКБ, а с Узбекистаном и Туркменией, исключительно на двусторонней основе, но, опять же, в условии, если эти государства сами обратятся за помощью к Российской Федерации. Какие могут быть реальные, допустим, шаги? Ну, наиболее на поверхности, это, скорее всего, вопрос о усилении охраны границы трех государств, то есть Аджикистана, Туркменистана и Узбекистана с Амганистаном. Я думаю, что консультации по этой теме периодически ведутся с разной степенью интенсивности, но чем они закончатся в итоге, ну, наверное, покажут в ближайшее время. И в подтверждение сказанного только что опубликован доклад ООН об иностранных боевиках-террористах. По сведениям ООН, в число старших командиров ИГИЛ и фронта Ан-Нусра входят в том числе чеченцы из России и боевики из Центральной Азии. Вербовка в Средней Азии – это, в основном, дело рук исламского движения Узбекистана. В последнее время в их сети все чаще попадают мигранты и женщины. Всего же в зонах конфликтов находится 30 тысяч иностранных боевиков-террористов из более чем 100 стран, и их число за последнее время растет. Одновременно с этим в Ташкенте встречали лидера Туркмении Гурбангулы Бердэ Мухамедова, который прибыл на переговоры с Исламом Каримовым. Помимо традиционных заверений в дружбе и подписания обычных для таких случаев соглашений, два лидера в голос отметили сложность ситуации в Афганистане и подчеркнули невозможность установления мира в этой стране путем применения военной силы. Ислам Каримов сказал, что не могут не вызывать озабоченность соседних стран последние события вокруг афганского города Кундуз. Гурбангулы Бердэ Мухамедов подчеркнул важность сотрудничества, противодействуя международному терроризму и незаконному обороту наркотиков. Примечательно, что именно эти две страны не раз вызывали недовольство Москвы, отказываясь от сотрудничества в противодействии терроризму. В итоге лидеры договорились по двум пунктам. Первый касается использования вод трансграничных рек. Ашхабад таким образом поддержал Ташкент, который выступает против строительства Рагунской ГЭС в Таджикистане и каскада Нарынских ГЭС в Кыргызстане. Второй же пункт – это то, что и Туркмения, и Узбекистан выступили за создание некоего механизма по урегулированию конфликтов в регионе и в Афганистане на основе использования политико-дипломатических методов. Важное место в ходе переговоров было уделено вопросам укрепления мира, стабильности и безопасности. Мы договорились тесно взаимодействовать как в двухстороннем формате, так и в рамках международных организаций, в частности, в решении таких актуальных проблем. Как противодействие международному терроризму, идеологическому и религиозному экстремизму, трансграничной организованной преступности и незаконному обороту наркотиков. Для Туркмения и Узбекистана – это важнейший партнер, отношение с которым мы выстраиваем на стратегическую перспективу. Сотрудничество наших стран сегодня развивается поступательно именно по возрастающей линии. И его отличительными чертами являются равноправие, взаимное уважение, открытость и доверительность, обоюдное понимание важности, дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между двумя братскими народами и государствами. Что скрывается за туманными дипломатическими формулировками? Почему Ашхабад и Ташкент не сотрудничают с Москвой в борьбе с терроризмом, но готовы рука об руку сами себя защищать от угроз извне без поддержки союзников? Главная причина здесь заключается в первую очередь в том, что ни в Ашхабаде, ни в Ташкенте не рассматривают Россию как серьезного гаранта безопасности государств постсоветской Средней Азии. Это самая главная причина. Потому что, в принципе, и Ташкент, и Ашхабад имели возможность убедиться, что как только возникают какие-то сложные кризисные явления на постсоветском пространстве в Средней Азии, Россия, собственно, не может предложить никаких механизмов их реального урегулирования. ОДКБ, с идеей которого так долго носилась Москва, ОДКБ показал свою несостоятельность. Это на сегодняшний день, вот по итогам многих лет существования этой организации, мы видим, что это никакая не организация коллективной безопасности. Мы видим, что государства Средней Азии по большому счету в нее не верят. И что это такое, что это за тени толкает такое, по большому счету никто в Средней Азии сказать не может и связываться с этим не хочет. А далее о других событиях в Центральной Азии коротко. Нурсултан Назарбаев призвал Европейский Союз отменить санкции в отношении России. Европе не следует далее сохранять режим санкций в отношении России. Эти санкции были безрезультатны в политическом плане. Посмотрите на прошлой России. Это сильная страна. И санкциями вы ее не заставите отказаться от своего политического курса, заявило. В Таджикистане открывается музей наркоторговли. В экспозиции представлено несколько десятков способов необычного провоза через границу наркотиков. Начиная от тайников в обуви, цистернах с топливом и заканчивая схронами в теннисных мячиках и плодах инжира. В Кыргызстане разгорелся скандал вокруг покупки кресел только что избранным депутатам. Большая часть которых ранее клятвенно заверяла снизить расходы из бюджета на себя любимых. Почти 40 тысяч долларов пойдут на покупку 120 новых депутатских кресел. Зато сообщили в парламенте старые кресла будут отданы в детские дома. Продолжаем выпуск международной тематикой. Сегодня состоялись переговоры в Астане лидера Украины Петра Порошенко и Казахстана Нурсултана Назарбаева. Эксперты отмечают, что украинский президент может как попросить содействие у Елбасы в мирном урегулировании с Москвой, так и попытаться перетянуть на свою сторону стратегического партнера России. Однако только еще в ожидании прилета Порошенко в Астану уже появилось несколько скандальных моментов. В социальных сетях появилась информация, что срочно требуется переводчик с украинского на казахский для предстоящих переговоров. И это при том, что оба лидера отлично говорят по-русски. Если бы только этот Димаш подтвердился, уже были бы ясны намерения сторон. Но это был просто фейк. Затем оказалось, что после последней так называемой «небесной войны» между Киевом и Москвой, когда стороны закрыли воздушное пространство для самолетов друг друга, Петр Порошенко был вынужден дать изрядный крюк, чтобы попасть в Казахстан. После всех мытар сегодня лидеры встретились и вместо 40 оговоренных по протоколу минут провели вместе почти полтора часа. Нурсултан Назарбаев после встречи Тет-А-Тет рассказал, что Киев и Астана находят взаимопонимание. В чем она заключается? Что Украина может предложить Казахстану? Чем склонить свою пользу? И что будет нового после этой встречи в отношениях Москвы и Астаны? В внешнепролитических приоритетах Украина не только является союзником западных стран, и, к сожалению, не забывает постсоверское пространство. Ну а поскольку ввиду ряда сложностей, в первую очередь, из-за взаимоотношений ухудшившихся в Российской Федерации, Казахстан представляется для Украины приемлемым партнером, поскольку поддерживает территориальную силу от нашей страны, ну и не признает Крым, и, соответственно, это устраивает нынешние украинские войны. Ну и кроме того, падение товарооборота случилось за последние два года, и надо было этот товарооборот восстанавливать, поскольку для украинских предприятий многие российские рынки, традиционные рынки уже утеряны, то свою устаревшую технологическую продукцию в Европе не нужно, они будут продвигать в Казахстане. И переходим к внутренним новостям республик. В Таджикистане отец арестованного адвоката Бузургмехра Йорова, который выступил защитником задержанных членов оппозиционной партии Исламского возрождения, написал письмо президенту страны. Писатель и публицист Равшан Йормухамад призвал не повторять 1937 года в Таджикистане. По словам отца, семь сотрудников Министерства внутренних дел пришли с обыском на дачу писателя, заявив, что это необходимо в рамках следствия по уголовному делу в отношении его сына. При этом ордер на обыск они так и не предъявили. Ищейки обыскали всю дачу, но не нашли никаких документов, принадлежащих арестованному сыну. Забрали документы на дачу и ушли. Писатель подчеркивает, что проникновение милиции на дачу без соответствующего разрешения можно расценивать не только как нарушение закона, но и оскорбление писателя, воина-интернационалиста и заслуженного человека. Прошу вас обратить внимание на эти проблемы, ведь вместо чалмы могут принести голову и повторить события 1937 года, сказано в письме к президенту. И накануне таджикское госинформагентство Хавара публиковало по меньшей мере неоднозначное письмо. Некий читатель, таджикский студент в Египте Мухаммад Азиз Саид Назаров уверяет, что террористическая организация «Братья-мусульмане» в мае 2010 года подарила первому заместителю лидера пивца Эдумару Хусайни трехкомнатную квартиру в Каире. Вопрос остается в том, как проверить эту информацию, чтобы не заподозрить честных, получающих от государства зарплату таджикских журналистов. В социальных сетях такого студента нет. Документально подтвердить передачу квартиры крайне затруднительно. Остается одно – на всякий случай прокуратуре возбудить уголовное дело. Что-то подсказывает, что так оно и будет. В Кыргызстане наградили 8-летнего мальчика, который сейчас учится во втором классе. Оказалось, что маленький парень еще летом совершил настоящий подвиг, а награда его нашла только сейчас. Его сестренка, двухлетняя Салиха Эргешева, упала в выгребную яму туалета. Взрослые, увидев и услышав о произошедшем, поспешили на помощь, но они не могли вытащить девочку из-за имеющихся препятствий. Тогда Байзат Эргешев, обвязав себя веревкой, самостоятельно спустился в яму и на протяжении получаса удерживал свою сестренку на весу, пока взрослым и спасателям не удалось достать девочку. МЧС наградила парня грамотой за проявленное мужество и героизм. Кыргызстан и Таджикистан накануне вечером сразились на футбольном поле в рамках отборочных игр чемпионата мира. В тяжелейшем поединке сборным удалось договориться о ничьей. Кыргызская сборная только на последних моментах уже в добавленное время сумела свести игру к счету 2-2. Игра прошла на стадионе «Спартак» в Бишкеке. Счет на седьмой минуте игры открыл киргизский футболист Бахтияр Дущебеков. Во втором тайме таджикские футболисты запили два гола в ворота принимающей стороны. На 65-й минуте матча гол в ворота Кыргызстана забил Джохангер Джалилов, на 75-й – Фархот Восиев. Второй киргизский гол, обеспечивший ничью в итоге игры, был забит в результате пенальти. Главный тренер сборной Таджикистана Мубин Иргашев сказал на послематчевой пресс-конференции, что его игроки показали характер во втором тайме. Главный третер киргизской команды Александр Кристинин заявил, что разочарован результатом игры с Таджикистаном. По его словам, сборная Кыргызстана провела хорошее начало матча, но затем играла в футбол, который он не тренирует. С вами были Актуальные новости Центрально-Азиатского региона. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания!